Доброе утро! Сегодня у нас в гостях Олег Игнатов, финансовый советник инвестиционной компании «Финам». Доброе утро, Олег! Доброе утро, Алена! От наших телезрителей в последнее время очень часто поступает вопрос, какой суммы лучше всего начинать инвестирование? Что вы порекомендуете? Лучше всего начинать инвестирование с той суммы, которая у вас есть. Даже 5 тысяч? Даже 5 тысяч. Говоря о какой-то минимальной сумме, наверное, можно на сегодняшний день подобрать инструмент даже, наверное, в 400 рублей можно купить лот акций какой-то известной компании, за 1000 рублей можно купить один лот облигации федерального займа, например. Но, скажем так, про комфортную сумму, которая, наверное, не будет обременена какой-то комиссией, наверное, все-таки сумма, начиная от 30 тысяч рублей. Для того, чтобы она была, ну, нужно просто взять и накопить эту сумму. А что будет, если человек приобретет все-таки акцию на 400 рублей, как вы говорите? Ну, давайте так. Там все равно будут издержки какие-то ежемесячные, которые фиксированы. И, наверное, купив акцию за 400 рублей, заплатив еще, например, 200 рублей абонентского обслуживания, это, наверное, будет не очень эффективная инвестиция. То есть есть абонентское обслуживание? Ну, давайте так. Есть тарифы с абонентским обслуживанием, есть тарифы без абонентского обслуживания. Наверное, нужно все-таки, прежде чем инвестировать и покупать, нужно разобраться с тарифом, который у вас будет. А если у человека есть небольшая сумма, и он решил вложить ее в акции или облигации, можно считать вот эту сумму некой подушкой безопасности? Ну, давайте определимся все-таки в понятии. Подушка безопасности, наверное, финансовая. Это некая вещь, которая вам пригодится в случае, если вы вдруг по каким-то причинам останетесь без работы, без привычного дохода. Вот. А вот уже вот эту подушку безопасности, конечно же, нужно и можно размещать в ценной бумаге. То есть она в любой момент может выручить? Она может выручить в любой момент. Вот как раз-таки финансовый советник и поможет вам правильно разместить вашу финансовую подушку безопасности. Вот он вас как раз спросит про цели, которые вы преследуете, и сделает так, чтобы вдруг, например, в какой-то момент, если вы останетесь без дохода, чтобы этот доход у вас как минимум сохранился хотя бы там на тот период, который вы хотите. Не знаю, у каждого он свой. Кто-то считает, что он может остаться без работы, без дохода на три месяца, кто-то на квартал, кто-то на год. Ну что ж, мы благодарим вас за интересную беседу. Желаю вам хорошего дня. Спасибо и вам.